ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это инди-антология странных загадок. Игрушку ждём на iOS и Android. Вообще, игры из серии Cup Escape приманивают такой своей необычной рисовкой с сюжетом. И действительно, игрушки выглядят необычно. Здесь мы надеваем плащ до такого Дейла Вендермана. И будем, в общем-то, разгадывать смерть загадочной женщины. А также должны понять, что скрывает мир Ржавого Озера. Теперь разработчики из студии Rusty Lake решили выпустить целую антологию из своих вышедших игр. И назвать такую вот коллекцию. Если вы фанат серии Twin Peaks, то вы будете приятно удивлены, потому что игрушка именно ей вдохновлена. Также игры можно отнести к жанру Point&Click. То есть мы ищем разные предметы, а потом ищем, куда их вставить. И всё в этом духе. Короче, такие игрушки с акцентом на головоломки, на вашу внимательность. И всё в этом духе. Таким образом мы собираем фотографии воедино, печатаем на машинке, разукрашиваем дверки и многое другое. При этом присутствуют ещё и элементы ужаса, так что игрушка даже может пугать. Короче, есть уже предварительная регистрация на iOS и Android. Ну, а релиз состоится 11 марта. Ultimate Rivals The Gurt. Это отличный, необычный баскетбол будущего. И релиз будет на ПК, а также iOS в этом году. Здесь игроки будут выяснять отношения на корте будущего. Отличие от NBA тут в принципе тоже имеются. Это свой необычный стиль, тут много крутых эффектов. А также такие акробатические трюки, которые выполняют наши подопечные. Нам показали такой вот небольшой трейлер, немного геймплея. Если честно, уже видно, что игрушка будет весьма интересная. Так что я лично её жду, потому что люблю такие вот спортивные игры. В общем, будем ждать игру, и как она выйдет, я вам сообщу. PUBG New State всё больше игры появляется о данной игре. Так что будем за ней следить и будем периодически рассказывать о данном проекте. Ну и в общем-то есть уже весьма хорошие новости. А именно то, что предварительную регистрацию прошли уже более 5 миллионов пользователей. То есть, есть уже более 5 миллионов заявок. И разработчики поделились этой информацией на своей страничке. И сказали всем огромное спасибо. Также они, в общем-то, помимо того, что поблагодарили всех пользователей, ещё сообщили о том, что скоро будет эксклюзивная информация. Так что советуют нам следить за ими каналами. В общем, ребят, я думаю, что скоро уже будет доступно больше геймплейных роликов и информации по игрушке, о том, как она будет вообще выглядеть. И всё в этом духе. Так что будем следить за игрой. И надеемся, что в ближайшее время уже будут первые бета-тесты. Вообще сообщается о том, что игра должна выйти в этом году. Так что бетки должны тоже скоро уже появиться. Сейчас же есть только такой вот один промо-ролик. Но в любом случае видно, что он такой интересный. Я думаю, что игрушка будет намного круче той версии, что уже сейчас есть на мобилках. Так что тоже её очень ждём и с интересом следим за данным проектом. Также разработчики ещё объявили о требованиях для телефонов. И эта информация тоже уже имеется. Как я понимаю, минимальные требования это Android 6 или выше. А также должна быть оперативная память 2,5 гигабайта. Вообще игрушка, я думаю, будет очень графонистой, очень такой серьёзной к системным требованиям. Так что я думаю, что смартфон нужен будет как минимум среднего уровня, а то и выше. В общем, как-то вот так вот, ребят. Сейчас есть ссылочка, если что, на предварительную регистрацию. Я в описании её оставлю. Так что переходите и тоже подавайте заявку, если вы этого ещё не сделали. Ну а также напишите в комментариях, какими телефонами вы пользуетесь. Интересно будет посмотреть на ваши смартфоны и почитать всё это дело. А также с вами пообщаться. Так что пишите, пишите и ещё раз пишите. Ну а так мы заканчиваем на этом наш небольшой выпуск на сегодня. Пойду дальше сказать что-нибудь интересненькое из новостей для вас. Так что скоро увидимся. До встречи. Пока.